всем привет сегодня мы с вами рисуем ската это такое морское животное рыба вернее жаберная начинаем мы с такого небольшого овала с вытянутым внизу краем это нужно для мордочки дальше рисуем два крылышка это такие плавники у скатов работаем сначала простым карандашом чтобы контур наметить и хвостик но мы рисуем ската больше мультяшного чем настоящего поэтому хвостик у нас будет потолще и заканчивается он будет вот таким вот острием на самом деле там немножечко все по изящней у нас будет немножко попроще мордочка и два глазика обвести по контуру я решила цветным карандашом потому что фломастером конечно можно попробовать карандаш и карандаш взяла черный карандаш и вот обвожу им контур теперь вам будет нарисовать это животное глазки решила закрасить все-таки фломастером оставляем немножечко место белого для того чтобы оставить блик так глазки кажутся живее стираем весь карандаш который нам не нужен теперь и приступаем к раскрашиванию пока будем раскрашивать я немножечко расскажу об этих видах рыб бывают они разного цвета том числе и оранжевые бывают вот как я взяла это зависит то естественно от места обитания вот верхняя сторона у них соответствует цвету песка они так маскируются вот а нижняя сторона как правило более светлая когда мы будем вторую рисовать с вами 2 ската 2 рыбину там вы поймете что нужно нарисовать нижний край намного светлее вот поэтому мы с вами закрасили основной фон оранжевый тропический какой-то скат бывают голубые бывают серые бывают темно-темно-серые разные и теперь мы с вами ну как бы вот тень такую наносим чтобы скат оказался более объемным ну вот теперь мы взялись наносить кружочки 5 ну почему-то вот у большинства кроме мант наверное есть пятнышки сверху наверное это такие особенности маскировки чтобы сливаться лучше с песком с илом на котором в основном находятся скаты и можно было спрятаться лучше теперь мы приступаем к рисованию второго животного тот же самый овал только немножечко неправильной формы сверху побольше снизу поменьше потому что это мант этот скат у нас будет боком можно сразу нарисовать такой тоненький хвостик с острым краем и и теперь нам нужно наметиться и нарисовать два крыла в данный самое сложное будет крылья похоже как у птиц может быть так можно сказать да примерно из середины ведете такую вот линию неровную и закругляйте ее на самом конце овала лишнее сейчас я сотру и сразу станет понятно да что это два разных крылышка ротик глазки все как у настоящего ската вторую манту я решила сделать синюю пусть она у нас будет такой синей подружкой да к этой оранжевой но а обводим мы как и предыдущую черным карандашом для того чтобы придать контур можете конечно взять фломастер при раскрашивании соблюдаем все те же самые этапы не закрашиваем основное место потом накладываем тени и накладываем пятнышки сверху серо-серым можно взять карандаш карандаш карандашом крыло еще раз вот это нижнее крыло его нужно сделать более светлым поэтому вот оранжевого я решила не использовать дела светлый карандаш ну как-то вот он мне не очень нравится поэтому теперь вот накладываю тени оранжевым вот а дальше мы с вами будем украшать чтобы манты не казались одинокими на фоне белого листа нарисуем пузырики нарисуем немножечко водичку здесь я решила использовать акварельные карандаши но тут немножко бумага меня подвела и в общем то они не размылись так как мне хотелось смотрите рисуйте с нами творите занимайтесь творчеством всех вам благ а и Субтитры сделал DimaTorzok